Ну кто его не знает? Директор третьей школы Владимир Мусевич Пастушенко. А еще он педагог, преподаватель, кому как больше нравится. Сам себя называет учителем. Ну а еще неординарная и уважаемая личность. Почему бы не поговорить с таким человеком накануне профессионального праздника? Тем более, что и поводы есть. Как говорит наш герой, с библейскими цифрами. 40 лет он ходит по северу и 33 года руководит третьей школой. Многое за эти годы произошло. Например, ушли в прошлое легендарные усы. Да, и до сих пор, особенно на вечера встреча с выпускниками, все усы вспоминают. Последний раз, когда мы с Наком встречались, а он же с усами, Владимир Васильевич, вы вышли из нашего общества. Ну, действительно, я уже не раз рассказывал, был такой смешной эпизод, когда мы ездили на всероссийские олимпиады. И мне очень хотелось, чтобы кто-то из них не просто победитель был, потому что сейчас приблизительно учеников 10 называют на олимпиадах победителями. И человек 20 призерами называют. А есть так называемый абсолютный победитель. То есть среди десятерых он под номером один идет. Ему всегда отдельный приз дают. Вот я им тогда сказал, может быть, даже не очень подумав, что если кто-то когда-нибудь из вас станет абсолютным победителем, номер один, с Бройусы, Еленка Козлова, это у нас, по-моему, был 2007 или 2008 год, значит, вот она среди одиннадцатых классов стала абсолютным победителем. Ну, пришлось выполнять данное обещание. Потом, правда, было желание опять их завести, потом думаю, ну, неудобно, все-таки пообещал детям, надо быть, надо держать свое слово. Они очень обрадовались этому факту, что вы непременно выполнили свое обещание. Очень обрадовались. Елена Козлова, когда мы с ней встречаемся, она любит вспоминать, благодаря кому. Ну, я оказался без усов. Скажите, вы многим старшеклассникам позволяете вот так вот немножко своим как-то потрунивать над собой, да, дарете им какую-то вольность в отношениях, опускаете какую-то строгость. Они вам зачастую благодарны за это. Это есть немножко, но для того, чтобы все-таки были отношения более доверительными с детьми, это надо иногда делать. Но тут это же дети, поэтому надо обязательно держать какую-то определенную планку, потому что были ситуации, когда уже даже готовы были по плечу подружески похлопать. Поэтому тут надо быть очень осторожными, они все-таки дистанцию должны чувствовать. В конце концов, директор всегда был неким таким символом. Знаете, дети обычно боятся к нему в кабинет ходить, и только одна фраза «поведу к директору» сразу как-то немножко усмиряет. Поэтому вот этот образ очень строгого директора все-таки не лишний в этой работе, не лишний. Вот, поэтому обычно я такие вещи себе позволяю со старшеклассниками, которые все-таки понимают, где учитель, где директор, а где все-таки ученик. Вот, и все-таки это бывает достаточно редко. 40 лет в городе – срок немалый. За эти годы много чего изменилось. Политический строй, архитектура, люди. За эти 40 лет я ведь контактился с огромным количеством людей, и с грустью замечаю, что их почти не осталось в городе Лабет-Нанге. В основном все самые такие активные, работоспособные люди, все уже уехали. В основном остались люди пожилые. Значит, ну, они в основном дома сидят, поэтому я их очень редко вижу. Вот куда бы сейчас ни пошел – в администрацию, в управление образованием, в другую школу – это уже люди, которые приехали или появились перед моим взором гораздо позже. И я, конечно, себя уже каким-то оксакалом, что ли, ощущаю. На прошлой неделе ко мне заходил Петр Георгиевич Зайцев. Это самый первый мэр нашего города, ему сейчас 88 лет. Сидели, вспоминали, как это было, вот когда он именно меня в 1984 году назначил директором школы. Значит, и начали в памяти перебирать какие-то фамилии. Там начальник управления образования Тюменцева, там директора Хохлова и другие. Но никого уже, в общем-то, нет. Все куда-то уже разъехались или ушли в иной мир. Значит, грустновато, конечно, от этого. Но, с другой стороны, вот видишь, как город бурно развивается, и приятно становится. Правда, в последний раз, когда мы с губернатором вот на награждение, вот когда-то две недели назад было, да, я ему так с грустью говорю, а вот все-таки моста я, наверное, уже не дождусь. Он говорит, не-не-не, подвижки есть, подвижки есть. Ну, посмотрим, какие очередные подвижки. Он потом вышел и сказал, что он мост, наверное, больше всех остальных жителей Ямала хочет видеть через эту реку. Потому что, ну, во всяком случае, я понимаю, что чем больше мы ему этот вопрос будем задавать, тем больше он будет понимать, что надо этим заниматься. Поэтому я, как только с ним встречаюсь, я обязательно этот вопрос. И мы, когда и депутатом когда был, он приезжал туда к нам перед депутатами выступать постоянно. И все время подчеркивали, что нам не железнодорожный нужен мост, а мост, для которого машины должны кататься. Он обещал обязательно сделать мост двойного назначения. Сусловно говоря, нам он и нужен. Вы вообще легко задаете вопросы людям, власти, мужчинам? Ну, в принципе, особых комплексов у меня в этом смысле нет. Я считаю, что это такие же люди, как и мы, только, но волей судеб там их вознесли. Но им тоже, мне кажется, иногда изображать из себя и таких поднебесных божеств тоже, мне кажется, очень надоедает. И хочется просто по-простому. Я вот, когда мы там стояли после награждения, задал ему такой вот вопрос интересный. А вот после этой эпидемии, которая два года назад была, мясное производство у нас на Ямале не захеревали случайно. Он так оживился. Да нет, ну что вы, наоборот, мы таких рубежей новых достигли. Глаза заиграли, загорелись. Ему, конечно, было приятно, что директор школы вдруг интересуется мясным производством. Потому что я почувствовал, что тема сельского хозяйства ему очень близка. И вполне очень хорошо с ним поговорили на эту тему. Я так понимаю, вам импонирует личность нашего губернатора? Очень, ну он очень понятливый. Как правило, держит свое слово, когда это в власти. И мне, я поразился, у него очень хорошая память, зрительная на людей. Вот я помню, что однажды я был у него на приеме с другими учителями округа на день учителя. Собрали там, ну как нам объяснили, шесть лучших учителей. И когда он только-только был назначен, его привели к нему на прием в день учителя. Значит, мы там немножечко, в общем-то, посидели, минут 30-40 максимум. Все по очереди что-то говорили. Потом прошел почти год и открывали детскую поликлинику, он приехал. Я в толпе стоял, он вдруг со мной поздоровался. Я просто был поражен, что он действительно хорошо помнит людей. Личность директора третьей школы не остается незамеченной и не раз отмечена разными наградами. Грамма действительно очень много. Но самый значимый, это, конечно, вот президент Путин подписал указ о присвоении звания заслуженного учителя. Это еще было в 2003 году. Для меня это, конечно, очень важно, как учителя. А президент Медведев подписал указ в 2009 году и наградил меня орденом почета. И маленькая награда, но она мне жутко приятная. Вот вы знаете, что мы в этом году в 30-й год подряд победили в Спартакеаде школьников. А когда мы победили в 15-й год подряд, тогда заведовал физкультура, если вы помните, Аминов Рашид Султанович. И потом его сменил Назаренко. И вот они как-то так подсуетились. И я, наверное, единственный учитель, может быть, в округе, который награжден департаментом, министерством спорта. Вот медаль у меня есть. Вот там за спортивные какие-то достижения. И они, когда говорят, когда документы передавали наверх, сильно удивлялись. За что директору школы такая медаль. Она мне очень дорога. Ну а сейчас, да, новая медаль появилась. Почетный знак за заслуги перед Ямалом. Довольно неожиданно. В общем-то, я о ней ничего не знал. И рассказывал губернатору тоже. Вот тогда, вот сейчас, когда мы с ним разговаривали, от мясного производства перешли к тому, что... Вот он написал, видимо, распоряжение. Но об этом пока в Красном Севере не публиковали, никто не знал. А мне на электронную карточку пришло 130 тысяч. Я звоню нашу бухгалтерию, говорю, это что, сейчас такие премии выдают в управлении образования? Они смеются и говорят, это не мы. И откуда пришли эти деньги, я так и не понял. Потом я пошел в Сбербанк. Говорю, а вы бы могли бы мне сказать, откуда пришли эти деньги? Они там где-то полистали что-то в компьютере и говорят. Это вам департамент финансов округа за знак, за заслуги перед ЕМАЛ. Вот так вот я в Сбербанке узнал, что меня наградили этим знаком, и что такая хорошая премия полагается за это дело. Я губернатору рассказывал, мне кажется, он взял этот вопрос на заметку. Потому что действительно люди, наверное, удивляются, откуда такие деньги поступают. Не каждый откроет положение и не прочитает, что к этому знаку полагается премия. Спорт у Пастушенко на приоритетных позициях. Его часто можно видеть на соревнованиях, со счастливой улыбкой на лице, обнимающего своих победителей эстафеты 9 мая. Мы побеждаем где-то начиная приблизительно, ну, уже 30, если в Спартакеаде 30 лет, то в эстафете 31 год подряд побеждаем. И для меня это стало своего рода уже какой-то, вы знаете, такой традицией. Вот утром я прихожу в спортивный зал, когда они разминаются. Значит, им там произношу речь. Потом они тренируются. Потом я выхожу на площадку. И пока вот там детей всех развозят по этапам, я сам лично обхожу каждый еще этап. Их настраиваю на победу. Потом стою вот здесь, когда первый круг бегут, стою возле первой школы, возле нашей школы здесь. И за детьми ведь едет скорая помощь. И очень много лет одни и те же врачи, одни и те же водители. И они меня останавливаются, меня подсаживают. Я уже подъезжаю на финиш и жду, когда финиширует второй круг. Это целая церемония, понимаете. И мне это, в общем-то, нравится. И детям это нравится. Но и учителям физкультуры, конечно, нравится, что их все время подстегивают, требуют от них высоких достижений. Но мне кажется, что по количеству всякого рода грамот, включая вот министерские, губернаторские награды, учителей физкультуры третьей школы больше, чем у кого-либо. Может быть, даже чем у всех учелей физкультуры города вместе взятых. Но они это заслужили. Что будет, если случится второе место? Ну что, спорт есть спорт. И я вот всегда был, мне нравился этот спринтер знаменитый, Болт. Я когда был чемпионат мира по легкой атлетике в Москве, я сам там присутствовал в Лужниках, наблюдал его. И вот этот бег по стадиону, бросание тапок в трибуны. Мне очень нравилось это. Но все проиграл. Приходит время, и все проигрывают рано или поздно. Тот же этот боксер, как его там, этот украинский Кличко, в конце концов, проиграл. Рано или поздно это, видимо, случится. Но мы будем стараться, чтобы это случилось после того, как я уйду на пенсию. Спорт – это, конечно, хорошо. Но не без оговорок. Все знают, что я жутко не люблю отпускать детей с уроков на всякого рода мероприятия. Но еще сентябрь на недельку на Полярный Урал. Потом на недельку туристический слет. Потом на танцы какие-то в Салихард. Все забывают, для чего создана школа. Школа создана, чтобы учить детей. Если среди детей есть особо одаренные дети, значит, надо им помочь развить эти таланты, чтобы они в будущем куда-то поступили. И в то же время мне нравится, когда в школе вырастают знаменитые спортсмены. Я каждый год ученикам седьмых классов рассказываю, что с вами у вас переходный возраст. Вы на глазах меняетесь. У вас меняются мышцы. Вы растете. И с вами может произойти то, чего вы даже не подозреваете. И рассказываю это на примере Сорокиной Анны. То есть ее в шестом классе, маленькую щупленькую девочку никто не видел. На уроках физкультуры она ничем не блистала. За лето она выросла каким-то образом, окрепла. В сентябре, когда мы устраивали школьные соревнования по бегу, а мы бегали от бани до запси Бкомбанка тогда, она на метр в пятьдесят-шестьдесят опередила всех своих сверстниц, а как на счастье, что ли, по улице хата вшел. Увидел ее, забрал, стала чемпионкой мира по летнему биатлону. То есть вот, когда вот такое, это здорово. Здорово, конечно. Сотни и тысячи детей прошли через третью школу. Можно ли их всех запомнить? В лицо я помню практически всех. Если они заканчивали одиннадцать классов. Девятые, бывает так, что я не могу вспомнить. В лицо одиннадцатые всех помню. Многих помню по фамилиям. Выпуски. У меня есть такие особо яркие выпуски. Там, скажем, девяносто пятый, девяносто седьмой год. Вот два года назад выпустил выпуск. Две тысячи какой-то там был пятнадцатого года. То есть есть какие-то особенные выпуски. Почему-то они совершенно надолго запоминаются. А есть просто запоминающиеся ученики, которые благодаря каким-то своим достижениям запомнились. Как правило, я всем говорю, я обычно запоминаю все таланты и всех хулиганов. Значит, так оно в принципе есть, потому что и те, и другие всегда на виду. Но когда хулиган вдруг, смотрю, уже в милиции работает, приятно становится. Приятно. Владимир Мусевич не только директор, но и учитель. В его ежедневном расписании есть уроки. Семь лет я ведь был учителем. Вот в первой школе работал. Ну и еще один год я работал там на Украине, где откуда я родом. И вот эта привычка преподавать, она во мне очень сильна. Я не мыслю себя без преподавания. Потому что за эти годы, знаете, выработалась такая психология странноватая. Только, наверное, у учителя она такая есть. Вот смотришь что-то по телевизору, читаешь какую-то книжку, разговариваешь с какими-то людьми, появляется какая-то новая информация, и тебе обязательно хочется ее до кого-то донести. Вот потребность выдавать какие-то знания, вот она во мне так глубоко сидит, что я просто не представляю, как я могу обходиться без этого. Хотя, не знаю, покажете вы это или не покажете, но было и грустно, и смешно однажды была такая беседа. Вот, Владимир Васильевич, мы тут вас хотели представить к званию народный учитель, но нам там наверху сказали, какой же он учитель. Он директор, почти муниципальный служащий. Я про себя подумал, ничего себе, 40 лет преподаю, учу детей реально, да, по количеству победителей и притеров всероссийских олимпиад, подчеркиваю, всероссийских олимпиад, но я, безусловно, лидер Ямала-Ненецком округе, и я все-таки, оказывается, не учитель. Или там наверху чего-то не понимают, или наши плохо объясняют. Грустновато и смешно вот такие вот рассуждения слышать. Я не собирался быть учителем, у меня очень хорошо получалось, я был специалистом по международной, в УЗИ, я специализировался на международных отношениях и планировал стать там журналистом. Будучи студентом, уже ходил по трудовым коллективам, читал лекции о международном положении. Но в УЗИ-то у нас был такой исторический факультет, и это же были еще советские времена, поэтому тебя не спрашивали, кем ты хочешь быть. И когда закончили ВУЗ и было распределение, меня на три года отправили в село Украинское преподавать. Ну, преподавал год, потом судьба занесла сюда на второй год после окончания ВУЗа. И тут никому не нужны, так сказать, международники, нужны учителя. Плюс, я уже однажды рассказывал, мне буквально на второй день после приезда дали квартиру однокомнатную, причем с холодной и с горячей водой. Таких домов на все лабытнанки было только три дома. В одном из них жил мэр, а в соседнем жил я. После такой заботы, конечно, уже как-то совесть заговорила, надо отрабатывать такую заботу. И я уже остался учителем, больше о чем ни о чем другом не думал. Когда стали директором, это какая-то ответственность, какой-то мандраж, что-то как-то сразу дали свое согласие? Или опять же вас никто не спрашивал? Нет. Дело в том, что я пять лет был чисто учителем в первой школе, потом два года заместителем по воспитательной работе. Эта работа действительно у меня очень хорошо тоже получалась. И вызвал мэр, и говорит, Владимир Васильевич, мы хотим вас назначить директором, но вы сейчас езжайте в отпуск, а мы будем думать, какую школу вас назначить. Но я знал, что уже нет директора во второй школе, поэтому думал, что во второй. Когда приезжаем, не назначая директором третьей школы, то, что было совершенно неожиданным, то, что сняли директора предыдущего, для всех было большой неожиданностью, с кем-то он там не сошелся характерами. Назначили меня. Потом года два-три была битва против, что надо его снимать, потому что он никого не слушается, согнет свою линию. Даже было совещание там какое-то в администрации снять немедленно. Потом вдруг решили провести собрание трудового коллектива. У меня тогда работало около двухсот сотрудников, четверо проголосовали против, остальные все за, и они успокоились. Как раз тогда эта эпоха Горбачева, выборы начальников как раз модными были, вот такие выборы состоялись. И все, и уже дальше работал, благодарный, что коллектив так хорошо и убедительно проголосовал. Тайное голосование все-таки было. И голосование проводили работники окружного управления образования, тогда Акрано называлось. То есть все было по-честному, и только четыре человека против. Это большое было доверие. Тяжело вам отстаивать свое мнение, или сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя? Тут и то, и другое. То есть вначале, когда я начинал свою деятельность, отстаивать свою точку зрения было очень тяжело. Но потом, когда пошли вот эти результаты положительные, и лучшая школа Ямала, и бесконечно каждый год по два, по три призера или победителя Всероссийских Олимпиад школьников, и вот эти успехи в спорте и так дальше, так дальше, люди стали понимать, что все-таки эта линия дает какие-то свои положительные результаты. И сейчас, когда я отстаиваю свою точку зрения, мне кажется, у наших начальников хватает мудрости не пытаться меня переломать. Но не секрет, что все школы и детские садики по приказу стали автономными учреждениями. Только третья школа осталась бюджетным. Хотя призыв был всех строем как один. И я пока еще не проверял информацию, но сегодня меня рассмешили. Якобы министр нашего нового образования Васильева где-то сделала заявление, что она считает, что все автономные учреждения надо позакрывать, превратить в бюджетные. Или стало модным проводить эти окружные видео, всякие совещания в администрации города. И на одном из первых у нас случилась перепалка с новым начальником департамента образования Сидоровой. Она требовала от директоров школ поименно читаться о курсах и так дальше. Ну а я, когда до меня очередь дошла, сказал, это все пустяки, в школах скоро учителей не останется. О зарплате надо думать. Вы что, разве мы можем такие вопросы ставить, учителя должны быть скромными, тролевали, тролевали. А через полгода президент Путин издает соответствующий этот знаменитый указ о резком повышении зарплаты учителей. И она потом на одном из сообщений сказала, ну в моральном плане я с директором третьей школы не согласна, но он победил в своем споре. А на прошлой неделе мы с ней встретились в Москве на этой самой выставке. Очень хорошо, ласково так поговорили. Гордость школы – это еще и выпускники. Тут директору есть кем гордиться. Заместитель губернатора Сергей Карасев, который был главой администрации города. Да и нынешний городоначальник Марина Трескова – выпускница третьей школы. Главная идея нашей школы – это быть всегда первыми, быть всегда лидерами. Вот эти лидерские навыки, они, конечно же, я уверен, сказались и в поведении Карасева, и в поведении Трескова, и в поведении других ребят, которые сделали очень хорошую карьеру. А вот собственная карьера директора внесла коррективы в семейную жизнь. Я сейчас ощущаю, что мало времени уделял своим дочерям. Мало времени. Если бы сейчас история повторилась, наверное, я все-таки бы выкраивал время. Но я так приходил в школу с утра и уходил домой поздно вечером. Все знали, что я не менее 12 часов нахожусь на работе. Ну, начальство – это нравится, учителя тоже – это молодец, родную школу любят. Ну, а дети у меня явно недополучили моего внимания, моего тепла. Я вот еще летом, когда мы с ними уезжали в отпуск, еще как-то с ними хорошо общался. Но сейчас уже, когда вот они стали взрослыми, я вот вижу, что если бы я с ними общался побольше, и как-то они, может быть, немножко другими были, отношения наши с ними были немножко другими. Думаю, что семья пострадала от всего этого. Ну, такова судьба. Все, кто хочет добиваться каких-то успехов, приходится себя ограничивать. Я, кстати, когда, ну, это вы, я надеюсь, вырежете, когда вчера вечером думал о том, что вы сегодня будете, вот так себе вопрос, да вот Симоненко, вот эти ребята там, вот они как Тресково хотят. Сначала в главные редакторы, потом в депутаты, потом в заместители, а потом в мэры. Ведь как может, казалось бы, рядовой журналист, да, раз-раз-раз-раз-раз и там. Наверняка у каждого из вас какие-то мысли на этот счет. Но, говорит, история не повторяется дважды. Это можете вырезать. Но пример, конечно, удивительный. Вот такой вот, такой неожиданной карьеры. Я как-то Марине Ароновне сказал, Марин, ты когда только-только начинала в первый год своей журналистской деятельности, мы вот там с тобой в коридоре стояли, и говорили, Владимир Васильевич, ну подскажите хоть какие-то темы, не знаю, о чем говорите. Вот, и вот такой, такой замечательный скачок был сделан. Конечно, это достойное изучение, как мне кажется. В завершение интервью вернулись к поводу для него, Дне Учителя. И для директора третьей школы он не является формальностью. Трудно считать это формальным праздником, потому что приходишь на уроки, все тебя поздравляют. Поздравляют те классы, у которых сегодня нет твоих уроков. Они сами тут толпой сюда заходят, поздравляют. И я смотрю им в глаза, вижу, что, в общем-то, поздравляют искренне. Очень часто на День Учителя проходит День самоуправления, кто-то исполняет обязанности директора. Вот, ходишь ему, советы даешь, и все время стучишь ему по лбу. Чувствуешь, как тяжело быть директором? Чувствуешь, как тяжело быть директором? Нет, это неформальность. Этот праздник имеет большое воспитательное значение, и он заставляет все-таки детей немножечко как-то более уважительно относиться к этой профессии, особенно после того, как они сами проводят эти уроки. О-о-о, выходят все. Ой, как тяжело, ой, как не думал, ой, как не думал. Нет, это нужный праздник. Просто иногда в советские годы этот праздник проводился в первое воскресенье октября, и некоторые до сих пор вот первого октября меня с Днем Учителя поздравляли. Я им всем говорю, мы перешли сейчас на международный праздник День Учителя, а он всегда в один и тот же день, 5-го числа, вот в этот раз будет четверг. Поэтому многие, я так думаю, будут поздравлять все-таки уже 5-го. Хотя даже вот сегодня утром вернулся я из командировки, и один из работников школы, Владимир Васильевич, с прошедшим вас праздником Днем Учителя, вспомогательный персонал, вот один рабочий. Я говорю, нет, 5-го будешь поздравлять. Приходится всем объяснять. Нет, с большим волнением мы относимся. Потом дети же готовят концерт учителям. Я готовлю вместе с вами замами грамоты какие-то учителям, которые, как нам кажется, заслужили за год хорошие результаты, показали. Поэтому это очень волнующий день, и мы его с большим трепетом ожидаем, и всегда хотим, чтобы он прошел очень хорошо, очень торжественно, поэтому это неформальность. И хотелось бы, если действительно вот мое интервью будет показано по телевизору, поздравить педагогов и всего нашего города, и особенно третьей школы, потому что даже если я куда-то уеду на недельку, на две, на три, я совершенно спокойно уверен, что школа четко и слаженно будет работать. Молодцы мои учителя.